Всем привет! Сегодня я покажу, как ставить мои сборки, которые я сделал в формате FSA сделанные программой QT5 FS Archiver Вот идем на крок На кроке заходим вот сюда мои сборки Linux сборки Алексея И вот у меня сделаны в этом формате три сборки выложены Archmerge, Deepin последние 15.5 и Fedora То есть там нет изообразов Вот вы увидите такое Например, Archmerge Заходите сюда Тут будет несколько таких папочек Обучалки Здесь в обучалках три видеоролика чтобы, как говорится, войти в тему А все остальные Вот, посмотрите Большой файл разбит на 20 Сейчас скажу, сколько там 29 частей по 100 мегабайт То есть практически скачивать вот нужно таким образом Значит Для чего это сделано Я пробовал Файлы были большие Закачивать их на на крок Ну, доходит до середины загрузки и все обрывается Маленькими стал порциями давать Ну, вроде бы стало получаться Ну, как это дело делается Вот, например Вы хотите скачать, допустим файлик и сделаете, например папочку Значит папочку называете ArchMerch ArchMerch В любом месте жесткого диска можете ее сделать Вот, допустим на рабочем столе Ну, тут имеются нюансы Значит Ну, я вам позже расскажу Потом их лучше все засовывать в домашнюю папку Вот создать папку и пишите здесь ArchMerch Arch ArchMerch Нажимаете Enter Все На рабочем столе папочка ArchMerch создана Значит и начинаете в эту папочку значит загружать Ну, видео не знаю вам нужно или нет А вот здесь правой кнопкой скачать Заходим на рабочий стол ArchMerch Сохранить вот здесь Довольно-таки как говорится вроде бы и утомительно Ну никуда как говорится не деться Вот третий файлик Четвертый И пятый Я обычно скачивал по пять файликов Они скачивались Я начинал уже дальше скачивать другие Ну порядок вот примерно такой Ну вот дождемся окончания скачивания ArchMerch и я вам покажу что сделать нужно дальше И так мы практически скачали все файлы Значит они находятся вот здесь Много получилось Ну что поделаешь Значит и осталось нам еще скачать поскольку мы будем сегодня делать очень жуткий эксперимент Значит скачать Fedora Точно таким же образом Значит я иду на Крок Захожу на Fedora DEPIN 15.5 у меня уже скачанный Ну и начинаю вот опять-таки Я обычно скачиваю пятерками Скачать Указываю куда На рабочем столе Вот у меня папочка Fedora сделана Сохранить Второй файлик Сохранить То есть в привычном представлении вам скажем так от того что вы скачали изообраз и начали грузить его на виртуалке там смотреть чесать в затылке и так далее Тут этого нет Есть обучающее видео Причем вот это видео я делаю как оно работает у меня То есть вот без дураков скачиваю файлы которые я буду восстанавливать затем у себя на жестком диске То есть на моем железе они работают Если на вашем железе не будут работать ну извиняйте значит это ваше железо А у меня вот просто честно показываю как я собираюсь тут их тут все устанавливать переустанавливать и так далее Итак я скачал последнюю сборку Fedora Вот встаю на первый файлик правой кнопкой мышки распаковать сюда ну и ждем Итак что я могу сделать Ну я разрахивировал все файлы получил файл Fedora на 3.8 гига теперь я просто уберу все ненужные мне части оставлю PBR текстовый файл а все остальное я просто уберу вот осталось 3 файлика то же самое я сделаю вот с этими папочками search мерч с дипином то есть оставим только то что мы скачали разархивировали и дальше будем этим заниматься и так получили файлик 4.1 гига уберем все ненужное шифт шифт стрелка вниз вот я оставляю только файлик PBR и TFT удаляем файлик ну что ну вот папочки у нас получилась arch мерч то что мы скачали разархивировали и удалили ненужное файлик 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 то же самое ну сейчас то же самое сделаем в дипине ctrl а удалить ну я просто вот перенесу сюда все то что скопировал и так на рабочем столе получились три сборки в формате FSA которые вы не посмотрите на виртуальные коробочки и так далее тут просто вот я вам показываю как вот у меня идет дело на моем компьютере и так вот например я решил поставить ну тот же dpin господи последнюю версию на которую они не позволяют поставить system bug вот вот этот файлик и я решил поставить его ну давайте посмотрим наберем единичку смотрим что мы имеем ну вот у меня dpin на восьмом разделе хорошо форматируем вот ну без дураков ну как говорится был dpin и не стало dpin ждем окончания вот пожалуйста все восьмой раздел у нас чистый а вот теперь идем вот сюда на qt5 fs архивер идем на восстановление раздела идем на восстановление восьмого раздела идем на папочку home ищем папочки user папочку рабочий стол dpin вот он он нажимаем восстановить раздел не совпадает да и пусть не совпадает какая нам разница и получаем вот такую вот интересную информацию что раздел был восстановлен все нормально все прекрасно как говорится и все хорошо идем сюда файл перескалировать идем на восьмой раздел извиняйте она днем ничего не записано это что за чудеса такие с программы fs5 архивер так вот есть вот такой вот интересный нюанс вот посмотрите вот я сейчас беру вот папочку и копирую ее в домашний раздел пишет не хочет вставлять открыть как рот вставляю пароль и все-таки вставляю эту папочку сюда ну начинается там копирование то все там пятое десятое ну подождем немножко то есть с рабочего стола по каким-то причинам программа qt5 fs архивер ну не захотела восстанавливать ну давайте пойдем дальше вот зайдем в папку юзер работе стол мы здесь уберем наберем папочку юзер ну давайте посмотрим что есть ну вот здесь вот есть dpin ну давайте еще раз посмотрим что и где у нас лежит вот папочка home вот папочка define и вот этот файлик который мы хотим восстановить находится здесь значит папочка home dpin ну давайте поищем здесь home user home вот папочка дипин вот теперь попробуем его восстановить на его раздел и вот какие странные вещи начинают происходить то есть если с рабочего стола дипин восстанавливаться не хотел ну никоим образом то сохраненный в папочке ну в разделе хоум в своей папочке он почему-то самым наглым образом берет и восстанавливается ну для больших любителей что да как да почему пожалуйста можете этим вопросом заняться с рабочего стола скачанный файл развернутый разархивированный вот не восстанавливается он и все а если поместить все это дело значит папочку хоум ну сами видите вот процесс пошел закончится я вам зайду на дипин и покажу как там что это дело делается это копирование закончилось ну давайте посмотрим вот я закрываю программу пойдем на дипарте значит обновим сведения об устройствах ну пишет что дипин значит у нас занимает 13,08 гигабайта дело в том что если вы делаете какие-то там перестройки и так далее естественно у вас меняется меню загрузки то есть у вас появилось вот допустим вы скачали эту систему значит открыли ее ради бога но теперь нужно ее подключить к общему меню загрузки вот что нужно делать вот есть прекрасная команда предложил один из пользователей к сожалению не помню уже его имя ну тем не менее вот для всех людей причем почему я назвал установить групп на SDA у вас может быть другой раздел посмотрите почему я указал что именно установить сюда потому что мой основной жесткий диск называется SDA у вас это может быть и SDB и SDC там как вам угодно подставляйте вместо вот SDA свой диск ну пароль ну у меня он единичка нажали Enter пошла установка всего лишь две команды вот смотрите вставляем другую нажимаем Enter и программа начинает полностью обновлять меню загрузки то есть если вы поставили какую-то новую систему то она у вас здесь и высветилась вот мы поставили на диск на раздел SDA DIPIN 15.5 вот сейчас я на него зайду и покажу вам что у меня получилось и так практически вот я заскочил на DIPIN и все как говорится тут работает все шевелится дистрибутив восстановил полностью со всеми своими настройками так что я считаю что все довольно таки нормально ну а теперь я собираюсь перенести все эти три распакованных папочки на внешний жесткий диск вот я их копирую и на внешний жесткий диск вот сюда переношу вот вставить не дает открываем как рут и вставляем как рут и так DIPIN восстановлен работает нормально ну FIDORO я восстанавливать уже не буду я уже несколько раз я восстанавливал все работает нормально а вот давайте с внешнего жесткого диска восстановим вот на этот раздел на девятый восстановим Arch Linux Arch Merge вот он вот Linux Data Extension это у меня значит внешний жесткий диск External обозначает внешний вот опять таки три файлика сборочка на 4 гигабайта ну давайте посмотрим включаем программу QT5 придумаем здесь значит пишем что восстановить на девятый раздел вот сюда мы решили все это дело восстанавливать теперь откуда восстановление медиа ну давайте посмотрим что у нас тут в медиа сидит вот как есть User вот Linux Data Extension наружный вот Arch Merge вот он голубчик сидит ну давайте попробуем его восстановим вот выставлю что у меня 4 ядрышка ну общее сообщение загрузочный сектор да не хочу я его восстанавливать я включу программу вот эту вот позже когда запишу и мы при помощи вот этой простой команды восстановим все выглядит все это дело вот так вот всего лишь две команды и мы изменим меню загрузки оно само все поищет все найдет и подцепит и так восстановление закончилось заняло всего оно лишь три минутки довольно таки быстро закрываем посмотрим вот здесь еще вот видите тут еще информация не обновлена вот сейчас я пересканирую посмотрим сколько сейчас занимает ArchMerch в развернутом состоянии 9 гигабайт ну и для того чтобы при перезагрузке он появился в меню загрузки значит мы естественно должны его подцепить первое вот моя команда значит я ставлю вот сюда пароль пошло установление загрузчика по новой ну а теперь значит я обновляю меню загрузки вот нашел винду фидор депин и ArchMerch найден сейчас он все это дело обновит теперь я перезагружусь сделаю короткое видео с ArchMerch и снова вернусь на Цинамон итак я загрузился в ArchMerch вот так он симпатичненько выглядит значит ну что в меню загрузки появился сразу так что проблем тут с ним особых никаких не возникало стартует и работает нормально чем мне нравится это это сборка ArchMerch у него вот есть хороший центр приложений графический для многих особенно кто переходит значит на ArchLinux ну скажем так это уже большая приятность потому что не все любят работать в терминале очень хороший и симпатичный плюс еще такая вот штучка есть по типу синаптика тоже значит менеджер пакетов и тоже значит можно тут много что как говорится делать ну задача заключалась в том чтобы просто вот чтобы стартовал значит ArchMerch что вы и видите так что перехожу обратно на Linux Mint Цинамон и так как видите Dpin установился полностью и Arch установился полностью но вот здесь я могу сделать новую меточку и написать ArchMerch Arch 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 применить вот таким вот образом устанавливается настроенные сборки причем как я уже рассказал что очень легко все это дело найти вот у меня пожалуйста на моем сайте вот на моем сайте значит есть кодовочка крок идем на крок сборки и вот эти три сборки пожалуйста можете скачать для ознакомления ArchMerch Deepin Эфидора причем Deepin у меня значит старая сборка 15.3 там файлик изо а это вот новая сборка которую ну ни в какую как говорится невозможно на нее было поставить программу SystemBug ну просто взял я да и сделал образ этой сборки программы QT5FS Archiver она позволяет делать бэкапы любого раздела жесткого диска будь то винда или линукс ну и на жестком диске значит вот все теперь расположено нормальненько все как говорится фуциклирует вот а вам значит вот такой нюанс если вы пробуете восстановиться значит вот смотрите первое у меня стандартно я делал я размеры по 50 гигабайт разделов то есть этого достаточно чтобы туда вошел корневой раздел со всеми там прибамбахами чтобы еще у вас нам осталось там 20-30 гигабайт на все ваши запросы ну и чтобы могли просто ознакомиться с дистрибутивом и так далее а дальше второй нюанс это то что если по каким-то причинам ну не хочет вот устанавливаться просто перенесите папку со скаченным и развернутым образом перенесите в другое место перенесите в хоум или перенесите на внешний жесткий диск вот и когда покажет меню прогресса что началось восстановление пожалуйста ставьте себе на здоровье пользуйтесь смотрите ну а у меня как говорится теперь и руки развязаны потому что некоторые операционные системы на которых систем баг не ставился я теперь просто буду делать их копии программы QT5 и по мере возможности и времени буду выкладывать их на крок для ознакомления ну ладно желаю вам всего самого доброго и до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...